Если говорить о Запорожской АЭС, давайте с нее начнем. Новости о том, что российские военные собираются начать утилизацию боеприпасов напротив этого или рядом с первым энергоблоком. Позже появилась информация, что таки часть припасов была взорвана. Что вам об этом известно? Так, действительно, во время обстрела очень много было снарядов, которые не разорвались, на счастье. И эти снаряды, они разминировали все это время территорию атомной станции. И фактически зараз они хотят это утилизировать. И лучшего ничего они не нашли, как найти место для взрыва этих снарядов неподалеку от первого энергоблока Запорожской атомной станции. И так же неподалеку от учебно-тренировочного центра, который они разбомбили во время ночной своей бомбежки с танков. И бронетранспортировали. Опасно это? Это опасно чем? Что осколки этих снарядов могут попадать в действующую инфраструктуру станции и повреждать. Так как это случилось, например, на 6-м энергоблоке, который достаточно далеко стоял от места обстрела. Но, тем не менее, снаряд прилетел, разбил там изолятор. И в настоящий момент блок находится в аварийном ремонте. Заменяется ввод трансформаторный на главном блочном трансформаторе энергоблока. Но это же не то, что может произойти из-за обломков или из-за осколков. Не может же произойти этой страшной трагедии, которую все боятся. Повторение условно Чернобыля. Надеемся, что нет. Надеемся, что нет. Но в то же самое время инфраструктура повреждается, может быть повреждена. И если уж вы решили там взрывать свои снаряды, не разорвавшиеся, то достаточно места, где это можно сделать непосредственно на площадке С. Однако, они чувствуют себя неуверенно, и они захватили атомную станцию для того, чтобы чувствовать себя защищенно. Станция закрыта периметром, станция закрыта средствами безопасности от проникновения. И там они сидят, загнали свою технику, своих солдат, и боятся выйти с этими снарядами. А кто обеспечивает работу станции? Наш персонал украинский продолжает там работать. Сейчас смена нормально, если можно сказать это слово, употреблять в такой ситуации. Выходит на работу. И меняется? То есть идут домой в Наргодаре условно спать в своей кровати, квартиры, и приходят работать? Правильно я понимаю? Так, да. В нормальном режиме идет смена. Сама работа, она безусловно ненормальна, потому что они работают под дулами пистолетом. Вот здесь как раз вы показываете стрельбу по учебно-тренировочному центру, в котором камера стоит на административном здании. Слева находятся энергоблоки АЭС, в которые тут же были попадания. Персонал, да, меняется, однако они работают под дулами оккупантов. И кроме того, там такой военный начальник, который командовал вот этим всем, вот этой всей атакой на атомную станцию. Технический персонал и руководящий персонал, он согласовывает с ним все свои действия. Обязан согласовывать технические действия. Ну, потому как они стрельбу ведут по ядерному объекту, понятно, что они ничего не понимают в ядерной и радиационной безопасности, однако намагаются командовать. Там также присутствует на сегодняшний момент 11 человек, так званых специалистов, с Росатома. И этих людей мы сейчас полностью всех идентифицировали. Они все с концерна Росэнергоатом, с Балаковской, с Ростовской и с Билибинской атомной станции. Это станции российской станции. Эти люди занимают разные позиции, начиная от главного инженера до заместителей главного инженера, до начальников там отдела находятся. Эти люди приехали, и изначально заявила там военная гражданская администрация, как она представилась, что станция теперь принадлежит Росатому, и все указания Росатому вы будете выполнять. Этих завели Росатомовских, те, кто сейчас охраняет станцию, охраняют ее те русские, которые ее захватили, без согласования ни с нами, ни со станцией, никто этот Росатом туда, безусловно, из нас не приглашал. Фактически нарушена безопасность атомной станции физическая, заводом, во-первых, техники, во-вторых, этих солдат, в-третьих, специалистов посторонней компании, которые на сегодняшний момент с этими солдатами ходят по блокам, куда хотят, заходят в производственные помещения, и что они там делают, неизвестно украинскому персоналу и нам. Это также нарушает безопасность работы атомного энергоблока. В принципе, там, кроме этого акта ядерного терроризма, который они створили, и то, что у вас на экране сейчас есть, там после этого продолжается нарушение всех принципов ядерной рационной беспеки, и станция оценивается в состоянии аварийной ситуации на сегодняшний момент. Это еще не авария, но, в принципе, в такой ситуации она может в любой момент происходить. Петр, а какие там войска стоят? Я помню, в первые же дни говорилось о том, что там якобы кадыровцы есть. Подтверждается ли сейчас? Да, там были кадыровцы, и там были русские в том числе. На станции на сегодняшний момент находятся русские. А в городе есть в том числе случаи, когда, я не могу сказать, что это кадыровцы, это кавказцы. Может быть, это осетины или кто-то другой еще. Но люди жестоко избивают, разговаривают не на русском языке, и жестоко избивают, останавливают машины, там бьют стекла водителям, и избивают водителей в том числе. Эти случаи также на нашем канале вы можете посмотреть. Объясните мне, я, возможно, буду глупые вопросы задавать, но ничего в этом не понимаю. Вот электроэнергию, которую сейчас производит Запорожская АЭС, куда она идет? Можно ли ее, я не знаю, переправлять в Россию? На сегодняшний момент это невозможно. Украинская энергосистема работает в изолированном режиме. Мы как раз чуть ли не накануне отключились, накануне этой агрессии отключились от России, от Белоруссии. Мы испытывали режим автономной работы украинской энергосистемы. И это было тестовое испытание перед тем, чтобы присоединиться, получить результаты, и потом получить разрешение на присоединение к европейской энергосистеме. Планировалось, что три дня будет такой режим действовать, и после этого мы должны были подключиться обратно к России и к Белоруссии. Однако из-за начала военной агрессии мы продолжаем работать в изолированном режиме, и на сегодня к ним подключиться в этой ситуации невозможно. Более того, мы делаем все, чтобы подключиться к европейской энергосистеме. Запорожская АЭС выдает в энергосистеме... То есть я пытаюсь понять, то есть эта станция, которая находится сейчас, фактически оккупирована россиянами, она производит электроэнергию, и эта электроэнергия идет в энергосистему украинскую? Да, два энергоблока сейчас у нас работают, и эти два не работают. А могут ли они остановить ее? Ну, они могут все что угодно там сделать. И остановить, и загнать опять свой танк, и начать бомбить ядерный материал, чтобы он разлетелся там по всей площадке, да, и устроил большую ядерную катастрофу. Поэтому мы ставим вопрос о том, что немедленно уберите своих солдат оттуда. И мы говорим об этом и в МАГАТЭ, и мы говорим и в Европейской комиссии, и также в Организации Объединенных Наций. И пока делаются заявления, пока не видно, каким механизмом можно выставить оттуда этих российских захватчиков. Петр, что с Чернобыльской станцией? В Чернобыльской станции продолжает там работать персонал. С самого начала 24-го числа там одна и та же смена, которая была там в тот период. Ну, до 200 человек там находятся, может быть, чуть больше. Но эти люди продолжают работать и жить непосредственно на станции. И, соответственно, они контролируют работу станции. А энергоснабжение, которое было прервано, потом снова починено, снова прервано, что с ним сейчас? Да, вчера Укрэнерго, это наш оператор системы линии электропередач, он фактически значительными усилиями восстановил одну линию 330 кВ, лесная. Ну, вот, ее включили, однако через три часа она отключилась вновь через пашкоджение очередное. И после этого питания там нет, работают там дизель-генераторы. На сегодняшний момент оперативной информации у меня нет, какая ситуация по питанию. Но мы знаем, что там есть дизель-генераторы, которые фактически подают питание на самый критически важный там объект. Это хранилище отработанного ядерного топлива, где хранится все топливо, выгруженное из Чернобыльской атомной станции. А это больше 20 тысяч кассет с ядерным материалом. Они хранятся под уровнем воды, работают насосы. И для этих насосов нужно питание, которое подается от дизель-генераторов. Поняла. Петр, спасибо вам большое. Петр Котин, глава национальной компании «Энергоатом». Собственно, под руководством Петра в том числе работают все атомные станции в Украине. Спасибо вам. Спасибо вам большое.